Доброе утро, уважаемые телезрители! Приветствую вас, дорогие братья и сестры! Сегодняшний воскресный день, которым завершается Масленица и открывается Великий Пост, называется еще Днем Всеобщего Прощения. Этот день заставляет даже неверующих в Бога людей задуматься о том, что значит прощать и принимать прощение. И зачем это вообще бывает нужно? Масленицу у нас в стране празднуют очень многие, даже далекие от церкви и от Бога люди. По сути, неверующие или, как они часто любят говорить, атеисты. Ведь куда, как интересно, накушаться блинов под водочку, повеселиться на свежем воздухе, а если есть возможность, то и икоркой побаловаться. А вот всерьез поститься большинство веселящихся и не собирается. Но почти все знают, что последний день Масленицы, как говорил великий поэт Александр Сергеевич Пушкин, той Масленицы, которая вводит верующих во дни печальные Великого Поста, называется Прощенным Воскресением. «К концу сегодняшнего дня в православных храмах служится вечерня, к завершению которой настоятель храма и все священнослужители выходят из алтаря к прихожанам и просят прощения. Прощения за все вольные и невольные обиды и огорчения. И в исполнении хора звучит песнопение, пронзительный плач Адама об утерянном рае, а прихожане по очереди подходят к священникам и просят прощения друг у друга». На обратном пути каждый может сказать знакомым, полузнакомым, а то и вовсе незнакомым людям. «Простите меня, пожалуйста. Бог простит, и ты меня прости». Слышим мы в ответ. Кто-то в этот день позвонит после службы своим родным и близким по телефону, кто-то пошлет e-mail или смс-ку. Техника расширяет границы прощения. Как-то мне рассказывали об одном человеке, для которого главным доказательством подлинности православия стало как раз прощенное воскресение, которого действительно нет ни у католиков, ни у протестантов, но неверующий, которым в этот день обращаются с просьбой о прощении их родные и знакомые христиане, обычно бывают очень удивлены. Отчего это они? Вроде все нормально. В современной светской культуре принято говорить «извините», когда наступают на ногу или просто хотят привлечь внимание, чтобы спросить «который час?». Но просить прощения у того, перед кем действительно виноват, не принято. Конкретная вина обычно прячется за громкими словами, за экономической выгодой или политической целесообразностью, за формулой. Все так делают. Но христианство, призванное воплотить Царство Небесное в обыденной жизни или, по меньшей мере, приблизить нас к Нему, говорит «Все мы виноваты перед всеми, с кем доводилось сталкиваться, хотя бы потому, что не смогли, да никогда и не сможем осуществить в полной мере евангельские заповеди по отношению друг к другу». Все виноваты. Но у всех есть возможность простить и получить прощение. «Каждый верующий призван поставить себя на место блудного сына, который обращается к Отцу со словами «Я согрешил против неба и пред тобою». Иными словами, всякий промах, всякая ошибка делает человека виновным прежде всего перед Богом и во вторую очередь перед ближними. Потому и на просьбу о прощении отвечают. Бог простит, предполагая, что каждый из нас и мы все вместе находимся в одинаковом положении перед высшим судьей. И мелочные обиды, и недоразумения между нами сами по себе, значит, не так уж и много. Собственно, наступающий пост – есть время покаяния перед Богом. По-своему, его могут пережить и те, кто щедро сыпет зеленые купюры в зеленую церковную кружку и не обращает никакого внимания на людей, слезами, потоми, кровью которых эти купюры оплачены. Главное – договориться с тем, кто наверху. Но в Евангелии мы видим совсем другой подход. Послушайте. Если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Так передает слова Христа евангелист Матфей. Почему же примирение с Богом открывается только после примирения с людьми? Нелогично ли наоборот начинать с главного? Ответ на этот вопрос тоже содержится в Новом Завете о апостоле любви Иоанна. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Наши отношения с ближним есть самый верный показатель наших отношений с Богом и одновременно школа этих отношений. Митрополит Антоний Сурожский как-то рассказывал историю об умиравшей пожилой женщине, которая пригласила его исповедать и причастить ее перед смертью. И на исповеди сказала, что из всех людей в мире не готова была простить только своего зятя. Владыка отказался читать над ней разрешительную молитву об освобождении от грехов. Отказался, пока она отказывала в прощении хоть одному человеку и тем самым добился перемен. Она позвонила зятю, помирилась с ним, позвала его приехать к своей постели и умерла на его руках, приняв таинство, причастившись и получив разрешение на исповеди с надеждой на прощение своих грехов в вечности. Прощайте и прощены будете. Вот еще замечательные слова из Евангелия. Но что означает прощать? Для кого-то это просто ритуальное действие, рукопожатие, поцелуй, приветливое слово, за которыми по-прежнему скрывается обида и недоверчивость. Кто-то идет дальше и старается не вспоминать сделанного ему зла. Есть и такие, кто, как отец из притчи о блудном сыне, сам бежит навстречу провинившемуся и делает все возможное и невозможное, чтобы восстановить разрушенные добрые отношения. У каждого своя мера. Но не менее сложно, чем простить, принять прощение и поверить, что все действительно прошло. Ведь люди могут годами приносить на исповедь одни и те же грехи, не разговаривать с теми, кто, как им кажется, по-прежнему что-то имеет против них. Внесение этого груза, они находят свою сладость, когда почему-то называют это смирением или скромностью. Я негодяй. Эти слова ничем никому не помогут, если не добавить к ним. Но я попробую стать лучше. И это действительно трудно. Это будет трудно, если мы по-настоящему станем на путь преображения своей души. Это будет трудно, потому что это наложит на меня новую ответственность. Но без этого прощения, которое я, надеюсь, получить, остается недействительным, потому что я его на самом деле не принимаю. Я хочу остаться таким, какой я есть. Да, истинное прощение – это еще и попытка перемены. Как модно это слово сегодня. Да-да, именно перемены. Потому что пост, который сразу начинается после вот этого сегодняшнего прощенного воскресения, для христианина как раз и служит способом достичь этого изменения, этой перемены. Иными словами, перемену христиане называют покаянием и хотят вступить в пост все вместе, никого не потеряв. И потому откладывают у порога поста то, что мешает их единству, хотя бы в рамках отдельного прихода, кругородных и знакомых. Вот почему так важно простить и быть прощенным. Потому что на пути к Богу важно никого не оставить за бортом. И покаяние начинается с возможности прощения. Дай Бог нам это не только услышать сегодня слухом, но понять сердцем и принять прощение и покаяние в свои сердца. С началом Великого Поста! Иельские субтитры Великого Поста! Субтитры создавал DimaTorzok